всем привет ребят с вами артем это канал феномен блог и сегодня в выпуске будет довольно интересный подробный обзор нашумевшего топового китайского проектора от компании xjimi под названием h1 более подробно об этой компании можно посмотреть в предыдущем видео ссылка будет в описании как заявляет сама компания xjimi h1 является довольно умным проектором который может смело заменить любой домашний кинотеатр со своим стильным дизайном и отличным встроенным звуком ну что ж давайте рассмотрим этот проектор более подробно и узнаем так ли все это вид данного девайса реально очень интересно необычный и о том что данный проект вы как необычная серая коробочка который не похожа на брендовые аналоги и опять китайцы нас удивили по крайней мере меня своим дизайном и стилем сразу можно не понять что это проектор если не смотреть на него спереди где мы увидим черную шторку за который скрывается линзы проектора сам проектор выполнен темных тонах что очень хорошо так как он пишет практически любую обстановку и даже приукрасить ее большая часть проекта имеет довольно интересный дизайнерский ход виде сетки которая распространяется на передние боковые грани проектор сама сетка выполнена из металла что дает проекту еще более премиальный вид впереди един черный круг на котором красуется логотип компании это шторка за которой скрывается линза проектора открыв шторку мы заметим пару надписи первая надпись говорит о родном разрешении проектора это full hd в 1080p и вторая надпись это максимальные минимальные значения оптического зума как мы видим максимальное значение этот 1.5 а минимальное 1.39 помимо самой важной части проектора то есть линзы на передней поверхности имеется еще индикатор работы проектора он загорается синим при включении а рядом красуется надпись именитой компании harman kardon который специализируется на акустике является одним из лидеров на рынке среди своих конкурентов к чему тут эта надпись скажите вы так тому что в данном проекторе встроенная стерео хай фай система с воззначенной беспроводного подключения состоящая из двух колонок который скрытся перед за сеткой благодаря чему проектор можно использовать bluetooth колонку и громкоговоритель для телефона верхняя крышка и но проектора выполнены из качественного пластика который по ощущениям никак не портит впечатление данном проекторе на крышке расположены элементы управления звуком сенсорной полоской громкости и сенсорные кнопки выбора трека а внизу проектора мы наблюдаем 4 винтовых ножки которые при необходимости можем подкрутить для коррекции изображения в плоскости и также через эти винтовые отверстия можем прикрутить специальный адаптер для кронштейнов посередине скрывается информация проекта и небольшое предупреждение которое говорит о том что ни в коем случае не нужно смотреть выше проектора ни при каких условиях не знаю кому это может прийти в голову даже не закрывать вентиляционные отверстия и не вскрывать проектор дабы не потерять гарантию на него также имеется qr-код ссылкой на официальный сайт для скачки мануала помимо заботливой надписи тут располагаются те самые вентиляционные отверстия через который проектор всасывает воздух расположены не по всему дну проектора и самое заметное что бросается глаза это мембрана колонок с надписью harman kardon и xdmi благодаря такому расположению двух кажется более объемными а теперь рассмотрим заднюю сторону проектора как видим эта сторона выполнена полностью из пластика и на ней отсутствует дизайнерский элемент в виде металлической сетки вместо этого задняя сторона выполнена в виде вертикальных решеток за которым скрывается два отверстия для вывода горячего воздуха от системы охлаждения ниже системы охлаждения расположился блок с богатым набором портов для подключения вход под мини джек 3.5 вход для питания далее 2 версии 2.0 и hdmi 1 вход s pdf для передачи звука в цифровом формате внизу расположился hdmi arc с функцией реверсивного звукового канала что дает возможность через один провод hdmi передавать и аудио и видео контент на ресивер минуя минуя провода по типу спдф также есть lan порт для подключения напрямую к интернету usb порт версии 3.0 который можно использовать для подключения внешних накопителей вес данного проектора 2 килограмма технология dmd rgb led яркость 900 анти люмен контрастность 10000 к одному разрешение full hd 1920 на 1080 точек имеется коррекция трапеции вертикальная и горизонтальная плюс минус 35 градусов процессор м старт 4 ядерный видеоускоритель малии 760 оперативной памяти 3 гигабайта встроенной памяти 16 гигов система android 511 потребляемая мощность до 130 бат поддержка вай фай и bluetooth давайте рассмотрим пульт поближе и его функции имеет стильный дизайн выполнен из стильного куска алюминия который приятно держать в руке и приятно холодить руку высоту почти 15 сантиметров шириной почти 4 сантиметра толщину примерно сантиметр сверху имеется черная заглушка снизу кнопка reset для перезагрузки пульта рядом находится вход для зарядки через usb mini при зарядке пульта загорается красный индикатор и переключатель в режим фокусировки и гироскопа на передней поверхности видим небольшое количество кнопок первая кнопка эта кнопка выключения и вокруг этой кнопки есть светодиодный индикатор который загорается синим цветом при нажатии на кнопки слева рядом с ней отверстие под микрофон ниже кнопку голосовых команд который к сожалению работа только на китайском далее кнопка вызова меню и контекстного меню под ним видим кнопки навигации в виде стрелок и кнопки ok под кругом находятся две кнопки кнопка домой и кнопка назад и ниже располагается кнопку громкости который параллельно служит кнопкой фокусировки а в самом низу он красуется логотип компании по бокам слева и справа есть отверстие под микрофон задняя сторона полностью однотонная и не имеет никаких надписей для начала закрепим проект чтобы закрепить проектор нам нужен адаптер для штативов и креплений который входит в комплекте вот сам адаптер закрепим наш проектор вот на такой штатив но так как в адаптере есть универсальная резьба наш проект легко может подключить к любому штативу снимаем вас кстати вот такую головку которую мы сейчас прикрутим к адаптеру дальше переворачиваем проектор и там где были ножки откручиваем их вместо ножек мы прикрутим вот этот адаптер вместо стандартных ножек будут вот такие шайбы и винтики хайбу устанавливаем где бы были винтики сверху устанавливаем сам адаптер и пытаемся закрутить теперь эту головку мы вставляем специальный вход в штативе теперь попробуем установить проектор на штатив для этого понадобится сам проектор с установленным адаптером и головкой от штатива и сам штатив вот этим вставляем вот сюда закрепляем вот вот так все она закрепилась у нас закрыт закрепляем головку и раскрываем штатив проектор готов ну все проекторы установили на штатив преимущество такого штатива в том что проектор можно легко перемещать в любое место можно увеличивать его высоту таким образом либо можно увеличить высоту вот таким образом но самое главное главное преимущество то что проектор можно померить в любой плоскости на 360 градусов и можно наклонить его вверх и вниз очень универсальное решение и в принципе дешевое не то что предлагает компания джимми с их стендом который стоит в принципе в три раза дороже теперь давайте попробуем включить проектор задвинув шторку загорается синий индикатор что означает что проектор включился далее видим свет в линзе и слышим фирменное приветствие а на экране идет слайд-шоу из модельного ряда проекторов данной компании в итоге переходим на рабочий стол проектора при первом старте проектора чтобы соединить пульт с проектором нужно будет удержать кнопку дом кнопку назад после чего пульт соединяется с проектором данный пульт работает через bluetooth заряжается через обычный юсб на практике после первой зарядки пульт не сел через месяц использования так что экономия на батарейках гарантирована рабочий стол выполнен в стиле метро большие иконки с предустановленными программами помимо этих иконок справа находится список предустановленных и установленных программ от компании джимми и нами внизу находятся избранные программы добавить можно нажав на кнопку плюс и выбрав приложение из списка сверху находится статус бар на котором отображает соединение с bluetooth и вай фай при нажатии на которые мы попадаем сразу же в меню настроить слева выскакивает меню доступ к портам первый доступ к внутренней памяти далее ждем и один и ждем и два также появляется и избе есть его подключить а также чтобы открыть выскакивающий мне можно также в режиме аэромыши касаться указателям и мне появляется а чтобы включить аэромыш нужно немного встряхнуть пульт и таким же образом эта функция отключается также рабочий стол можно редактировать нажав кнопку меню на пульте выскакивает меню с дополнительными настройками в котором находится режим редактирования сброс настройки системы и удаление всех папок в режиме редактирования нам доступны такие функции как добавить в программу в избранное перемещение программы по рабочему столу и и добавление программы в папку также в папку можно добавить и удалить другие программы и нажав на кнопку ok при редактировании папки нам доступно переименовать папку двигание его по рабочему столу отредактировать содержимое которое в ней находится и удалить папку для того чтобы сфокусировать изображение нужно на пульте снизу переключить кнопку в положение fn при этом загорается на пульте синий индикатор чтобы прокрутить фокус на пульте жмем кнопку громкости вверх или вниз тем самым на экране наблюдаем два круга один прививистый а другой с делениями а внутри круга название кампании ссылка на сайт сделано это для более тонкой и удобной фокусировки перейдем к знакомству с установками системы для этого жмем на иконку в виде шестеренки попадая меню который состоит из шести плиток настройки соединения настройки звука установки проекции about о проекторе международный установки универсальные перейдем настройки соединения в этом пункте можно включить и выключить wifi подключиться к доступным вай фай соединениям для того чтобы подключиться достаточно выбрать нужное нам соединение 101 пароль к нему второй пункт это возможность раздавать working через проектор пачив к нему перед этим проводной интернет а третий пункт это настройки прокси четвертый пункт он настройки проводного режима signs of the region но можем выбрать и ручной При подключении проводного интернета Wi-Fi автоматически выключается Пятый пункт это Bluetooth соединение Приходим в него и нам доступны такие функции как Удаление информации о сохраненных Bluetooth соединениях Сканирование и поиск устройств Ниже список соединенных устройств Нажавши на него мы можем принудительно сделать соединение Если автоматически оно не произошло Или снять соединение Шестой пункт это Miracast для беспроводной передачи мультимедиа на Android устройство Седьмой пункт это AirPlay То же самое но для iOS девайсов Восьмой DLNA позволяет соединять проектор к домашней сети для доступа к медиатеке Перейдем в настройки звука Тут можно выбрать через что будет выводиться звук Внутренние колонки либо через оптику Если выбрать оптику то откроется еще одна вкладка В которой можно выбрать формат вывода звука PCM либо RAW Перейдем во вкладке универсальный Первым пунктом можно выбрать источник при включении проектора Это может быть HDMI 1 и HDMI 2 USB нельзя выбрать как источник при включении Это очень странно Второй пункт звук клавиши Можно включить а можно и выключить Если включить то при нажатии на кнопке будет слышен характерный звук Третий пункт это название устройства Можно выбрать уже имеющийся либо написать самому Четвертый пункт настройки времени и даты Ничего сложного Пятое это способ ввода Изначально доступно два метода Английский метод и Google метод При выборе первого выскакивает вот такая клавиатура Все хорошо, удобно, но нет русского языка При выборе второго почти ничего не изменилось Но появился режим выбора языка, но китайского Чтобы решить эту проблему нам надо скачать Google клавиатуры И в этом меню выбрать Gboard И будет русский Но есть один минус Писать на такой клавиатуре придется только через режим аэромыш Так как нажатие на кнопки пульта не определяется Шестой пункт это установки тем Тут можно выбрать фон рабочего стола из пяти предустановленных Но также можно выбрать любую вашу картинку Но есть пару нюансов В идеале картинка должна быть в разрешении 1920 на 1080 Картинки должны лежать в папке Pictures Poster Перейдем в наиболее интересный раздел с настройками Установки проекции Первый пункт это яркость LED диода И тут есть предустановки Для просмотра фильмов, для работы и презентации Динамический метод И ручной метод В ручном режиме можно выставить общую яркость проектора от 0 до 9 Либо менять яркость отдельного диода Красного, зеленого или синего Третье это установка способы проекции Верх ногами, зеркальная, верх ногами зеркальная, прямая Далее самое интересное Функция трапецидеальных искажений Проектор поддерживает корректировку трапеций Как по вертикали на плюс-минус 35 градусов Так и по горизонтали Плюс-минус 30 градусов Если проектор повернуть в сторону На экране отображается квадрат На углах которых есть стрелки За которые мы будем тянуть В итоге получая ровную прямоугольник Функция довольно полезная и часто может выручить Но есть пару нюансов Коррекция цифровая И следовательно это в итоге влияет на качество картинки Еще один нюанс это неравномерная засветка Там где растянули картинку Изображение будет более блеклое Поэтому я бы советовал пользоваться этой функцией Для коррекции небольших искажений Также есть ступенчатая регулировка картинки Тут можно выбрать соотношение сторон 16 на 9 либо 16 на 10 Можно уменьшить изображение почти в 2 раза Либо пошагово от 0 до 100 А также можно уменьшить Как по вертикали так и по горизонтали Также в этом проекторе есть оптический зом Который регулируется спереди около линзы Чтобы прокрутить оптический зом Достаточно вставить маленькую отвертку Либо скрепку которая входит в комплекте Уберем отвертку Крутим либо вниз Либо вверх До упора Оптический зом Тут очень маленький Давайте посмотрим на экране Что же происходит при максимальных и минимальных значениях Вот такое изображение получается При минимальном оптическом зоме 1.39 А вот такое изображение получилось При максимальном значении оптического зома Как видим изображение не в фокусе Для этого сейчас сфокусируем его А вот так все наглядно меняется Вот так оно Увеличивается И уменьшается Последний пункт в разделе Это скорость кулера По умолчанию стоит авто Но можно выбрать самому От 0 до 10 Итак мы слышали каким шумным может быть проектор Но на практике до 10 скорости проектор никогда не доходил Максимум до 5 скорости В разделе о проекторе Есть раздел с обновлениями системы Ее можно обновить как по интернету Так и скачив прошивку самому через официальный сайт И установив через USB Помимо обновления можно сбросить проектор до заводских настроек И посмотреть информацию о проекторе Видим модель проектора H1 Прошивка на данный момент 1.1.0 Версия андроида 5.1.1 Оперативной памяти 3 гига Встроенной памяти 1 из гигов Из которых 5 отделена на систему Остальные 3 пункта мы пропускаем И смотрим на последний Температура проектора Где-то в среднем до 45 градусов В международных настройках можно выбрать язык системы И да, тут есть русский язык И это говорит о том, что данная версия проектора является международной Теперь я вам быстренько покажу Как выглядит все то же самое меню Но на русском языке Продолжение следует... Что ж, с настройками системы мы разобрались Теперь давайте разберемся с программами И другими функциями, которые есть в этом проекторе Итак, давайте начнем с файлового менеджера Перейдя в него, мы видим, что тут все разделено по разделам Раздел все Видео Музыка Картинки И документы Если нажать на кнопку меню Или в режиме армошек указателем Поднести к левому краю Выскакивает меню, в котором есть следующие функции Режим отображения папок Два режима Первый, который был при старте Второй, в виде списка Удаление записи данных Поиск файлов через DLNA И включение и отключение сервиса Для доступа к этой папке другими устройствами По Wi-Fi Так, если перейти во внутреннюю память, то увидим множество папок Владельцам Android устройств это будет знакомо Для нас тут будет интересно несколько папок Такие как DoVload Это папка с загрузками В ней хранятся все, что качается с бразером И папка Pictures В которую надо скидывать картинки для установки их на рабочий стол А также в режиме проводника доступны такие функции, как Копирование документа Вырезать документ Создать новую папку Вид отображения папок Удаление записи передачи И поиск документа При зажатии кнопки ОК появляется возможность выбора нескольких документов А в меню появляются дополнительные функции, такие как Переименовать документ Удалить его Информация о документе Выделить все Отметить выделенное Инвертация выделенного Скрыть файл И показать файл Если перейти в раздел видео То в начале показывают новое видео А внизу уже все видео файлы В разделе музыка все понятно В разделе картинки показывают картинки и папки, в которых они находятся А в разделе документы все файлы, которые есть Далее Аптоид Это китайская альтернатива PlayMarket Адаптированная под проектор Как мы видим, все адаптированное под проектор И под работу с стандартным пультом Слева меню В котором находится выбор редакции То, что считает редакция интересным Игры, приложения Все разведено по жанрам Мои приложения Тут то, что установили То, что нужно обновить И то, что качается на данный момент И настройки Далее Веб-браузер Браузером тут является Google Chrome Встречает очень красивое меню с большими иконками С интересной анимацией С готовыми ярлыками Конечно, не обошлись без сайта Производителя Потом YouTube Google И соцсети Итак, перейдем в Google И как видим Открывается обычный бразер Все это как и на телефонах и планшетах Ничего особенного Теперь просмотрим предустановленный YouTube Он тут тоже изменен и адаптирован Под работу проектора с пультом Но в принципе меню слева не сильно отличается от обычной версии Также доступен поиск К сожалению, голосовой поиск тут не работает Меню плеера простое Есть кнопки перемотки, воспроизведения И пауза Ниже можно перейти на канал Можно подписаться Можно пожаловаться Поставить лайк и дизлайк И выбрать качество видео Максимальное качество видео 1080 Под разрешением матрицы проектора Теперь расскажу одну особенность Если смотреть YouTube из приложений Скачанного из Play Market То видео получается с какими-то полосками И неправильным цветом То же самое если смотреть YouTube через браузер Причину данной аномалии пока не выяснилось Теперь поговорим о Play Market Он тут установлен Но почему-то ярлыка для него нет Но есть решение Заходим в браузер В поиске пишем Play Market Жмем первую же ссылку И браузер нас автоматически перекидывает в Play Market Ну а тут вы уже сами знаете что к чему Все так же как на ваших телефонах и планшетах Для наглядности давайте скачаем какой-нибудь файл И запустим Как видим файл скачался Перейдем на рабочий стол Видим что ярлык программы отобразился Запускаем программу И видим игра запускается Но играть придется в режиме аэромыши Что не очень удобно Поэтому лучше подсоедините мышку беспроводную Либо геймпад Рассмотрим остальные программы Которые уже были в самом проекторе Первый это менеджер файлов Тут отображаются все программы Которые установлены в проектор Впс офис программы для работы с документами Хайпи каст Судя по описанию Эта программа заменяет мерокаст Для того чтобы все работало Надо скачать программу Перейдя по QR-коду Либо скачать файлик из описания Под видео После установки приложения на телефон В меню на телефоне выбираем Название проектора И как мы видим То что отображается на телефоне Будет отображаться и на проекторе В программе есть быстрый доступ К вашим файлам В настройках можно настроить Разрешение изображения И битрейт Если выйти из программы То телефоном можно пользоваться Как обычно И все что будет на телефоне Будет передаваться на проекторе Следующая программа Это высвобождение памяти Она закрывает все запущенные программы Также это можно сделать вручную Находясь на рабочем столе Удерживаем кнопку домой И появляем список запущенных программ При нажатии на клавиши Лево-вправо Мы закрываем программу Ну что ж С программами разобрались Давайте расскажу Как их можно установить Первый способ Скачать его из Google Play Маркета Второй Скачать через бразер И установить уже Из папки Dovload Третий способ Скачать нужные программы На флешке И установить Также через файловый менеджер И четвертый способ Установить программу Через XGN Ассистент Есть две версии программы Новая и старая Старая называется SLP Ассистент При запуске Настучает Вот такое меню Которое дублирует пульт Справа есть разные режимы Режим клавиатуры Режим мышки Режим контестного меню Режим 3D Полное отключение звука И проектора Слева список устройств Если вдруг вы обладатель Ни одного проектора От этой компании Режим мультискрин В котором все что показывает Проектор Показывается и на телефоне И это иногда бывает удобно И этой функции Нет в новой версии программы Далее список программ Тут можно быстро запустить программу И закрыть открытые вкладки В новой версии программы Которая просто называется X-Jimmy По идее все то же самое Также при старте Встречает дублирование пульта Сверху также есть разные режимы Режим мышки Режим функционал бокс Тут уже можно с телефона настроить фокусировку Сделать снимок экрана Режим ввода текста Режим 3D с большим выбором настроек Выбор режима изображения Режим ступенчатого зума Очищение памяти Слева открывается меню Там находится менеджер предложений В котором можно скачать рекомендованные программы Выбрать их по категориям Или установить приложение через телефон Вот тот метод про который я говорил Выбираем программу которая нам нужна И она автоматически начнет устанавливаться На проектор На рабочем столе Увидим полупрозрачную иконку Которая будет по мере установки Заполняться от 0 до 100% Также можно передавать видео и фото На проектор И с память телефона А в разделе разное можно запускать Разного рода документы Теперь давайте посмотрим на встроенный плеер И его функции В режиме плеера при нажатии на кнопку меню Доступны следующие функции Первое это 3D установки Мы их пропустим и разберем попозже Второе это выбор субтитров Если он не есть Третий пункт это менеджер изображения В нем есть уже предустановленные режимы Такие как Яркий Стандартный Программный Натуральный Повышенная яркость И ручной режим В нем можно выставить Яркость Контрастность Цветность Резкость Цветовую температуру Настроить каждый цвет по отдельности И 3D удаление шумов Далее соотношение сторон Оригинальное 16 на 9 4 на 3 Поставить титры Удалить черный экран Выбор виртуального окружения Выбор звуковой дорожки Если их несколько Режим воспроизведения Цикличный Либо закрывать после окончания воспроизведения И удалить все сохраненные воспроизведения Также можно вызвать контекстное меню Вот так она выглядит И она практически доубежит То, что было в основном меню Только добавилась возможность Быстрой настройки Трапецидальных искажений И в отличие от меню встроенного приложения Контекстное меню доступно везде Что делает более удобным Гибкие настройки проектора На этом первая часть видео подошла к концу Во второй части рассмотрим все, что касается 3D Полный тест качества изображения В разных условиях и на разных покрытиях Также рассмотрим производительность проектора И многое другое А сейчас всем спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки И пишите комментарии С вами был Артем Пока